называется как яндекс такси давит людей вся правда о работе в яндекс такси видео с полюбившегося нам канала вещник дури смотрим привет сейчас я расскажу тебе страшную историю в одном черном черном городе глад у вас ухо горит черной черной ночью один белый гетеросексуальный мужчина осознал страшное его городе больше нет такси кроме яндекс такси типа убера и всякого прочего у вас нету да в общем то городом этим был мой держинск нижегородской области а несчастным носителем гендерных привилегий я сам сервис яндекс такси монополизировал можно можно от них отказаться от этих привилегий полместный рынок пассажироперевозок поглотив местное такси сатурн и казалось бы ну мне то какая разница в держинске и так такси было дешевым а тут меня чудесным образом стали возить через полгорода вообще за 50 рублей но через считанные недели таксисты яндекса в городе начали забастовку мы с ребятами вышли на связь с ними и охренели но ездите с теми кто не бастует знаете я не раз делал выпуски о чудесах работы в рамках экономики платформ яндекс эти рудой буржуи ездит на такси еда delivery club wildberries amazon это натуральные чудовища которые при внешней глянцевой обертке становится но насчет wildberries он просто азиатка ненавидит за адскими мельницами сверх эксплуатации выжимая из ну кстати вот это вот на рекламе она вполне миленькая работников последней жизненные силы но честно яндекс такси оказалось впереди планеты всей даже кинутые на деньги и вынужденные спать в парках курьеры delivery club оказывались не в такой адской ситуации как водители яндекса причем это не какой-то локальный сбой но кстати обратите внимание это в основном мигранты водители яндекса причем это не какой-то локальный сбой и перегибы на местах это планомерная политика провоцирующая бунты во многих регионах ситуация ну да мне кажется достигла своего пика и причем она достигла этого не только в держинске сейчас подобные мероприятия по проходит в очень многих городах по всей россии это химки это жуковский это тольятти это владимир это кинишма это кострома это масса городов где люди недовольны вот тем кинишма где-то я слышал что любя свою работу и не дают возможности зарабатывать какая дикая система кроется за казалось бы респектабельным сервисом яндекс такси об этом сегодня и поговорим большое спасибо за помощь в съемках выпуска онлайн порталу держинское время ссылки на них будут в описании поехали полюбившаяся нам заставка традиционное странное написание буквы d и крылышки свой заход на рынок яндекс такси начала в 2011 году тогда повсеместно действовали таксопарки и таксисты индивидуалы в таксопарках трудились наемные водители преимущественно через трудовые договоры и даже с соцпакетом ну а индивидуалы они и есть индивидуалы ян ну кстати потребителям услуг такси и стало выгоднее потому что все стало дешевле и такси быстрее подъезжают благодаря этой единой сети декс поначалу занял роль банального координатора для упрощения связи между фирмами и пассажирами просто приложение просто удобная система на которую подсаживалась все больше перевозчиков и пассажиров при этом стоимость перевозок и условия труда определялись не яндексом а самими конторами которые через него работали то есть человек открывал приложение яндекса и имел выбор между разными перевозчиками и разными ценами вот как комментировал ситуацию бывший глава яндекс такси лев волошь мы подключали все больше таксистов полномерно улучшая условия для таксопарков изначально задача была угодить именно им и таксопарки действительно клюнули но поэтапно ситуация начала меняться яндекс внедрявший изначально свое приложение бесплатно установил сначала пятипроцентный а затем десятипроцентный сбор начался контроль за качеством водился отбор водителей и прочее подобное последнее к слову очень даже неплохо но в середине десятых годов яндекс такси понявшая свою незаменимость начало диктовать цены самостоятельно что привело в итоге к уничтожению почему незаменимость не очень понимаю у вас в провинции что ли нету этого господи альтернативных систем всяких типа убера или самоубийству многих таксопарков параллельно скупались колл-центры вроде группы компании такси везет происходило слияние с убер в феврале 2018 года яндекс такси объединился а слияние с убер да это это да спасибо алексей леонидович спасибо но особенно учитывая что потребители услуг стал только лучше все все дешевле и быстрее теперь подъезжает супер в армении россии азербайджане беларуси грузии и казахстане но кстати насчет слияния с убер я не в курсе был я думал что убер это отдельная как бы контора чтобы создать новую частную компанию зарегистрированную в нидерландах в результате чего яндекс такси как минимум в россии стало почему все самые крутые компании в россии они зарегистрированы не в россии платят налоги в других странах царем рынка так почему же ими не занимается федеральное антимонопольное законодательство объясните мне рыночек порешал монополизация наступила но самое занятное это новая схема да тут диалектика некоторым образом замешана потому что рыночек и монополия это в общем-то противоположные вещи на самом деле так секунду но вообще имеется ввиду что рынок он как бы привел к монополии но проблема в том что коммунисты предлагают бороться с рыночными монополиями путем обобществления значит средств производства и переходу к социалистической монополии то есть монополии это ужасно монополии это очень плохо монополии бьют по интересам значит там таксистов таксопарков и так далее поэтому что нам нужно нам нужно еще больше монополии только монополия должна быть не капиталистической а значит через обобществление средств производства ну точнее их а гусс одарствления на первом этапе пока у нас государство диктатуры пролетариата так что монополия это ужасно поэтому дайте нам еще больше монополии тема работы вот такая диалектика водителей и яндекс такси которая стала доминировать на рынке в последние годы может быть вы думаете что водители это работники я ну кстати а знаете где еще была монополия на такси как будто софтепи индекс такси или может быть вы думаете что они трудоустроены им платят зарплату вы думаете что они пользуются автомобилями яндекса о нет дорогие друзья все совсем иначе. Ну, некоторые пользуются, у некоторых нет своих автомобилей, они используют автомобили Яндекса. У Яндекс.Такси нет своих такси, у Яндекс.Такси нет своих работников-таксистов. Во многих... Подождите, а вот эти желтые и белые автомобили, на которых Яндекс написан, это что? Это люди сами разукрашивают, что ли, и хватит цвета? Или эти автомобили принадлежат какой-то третьей фирме? Рога и копыта. В населенных пунктах, в которых есть Яндекс.Такси, у них нет своих офисов, нет своих диспетчерских служб. И вы спросите, Да блин, да как это вообще работает? Наверное, это работает как Тинькофф Банк, где тоже нету отделений. Яндекс.Такси держит всех за яйца через банальное приложение Яндекс.Го. Ты весь такой автолюбитель, переходишь на специальный сайт Яндекса, а тебе предлагают либо стать самозанятым со своим авто, либо арендовать машину через сервис Яндекс.Гараж. Собственно... Ну да, ну то есть арендовать автомобили, значит у них есть автомобили все-таки. Все водители Яндекса это либо самозанятые, либо ИП, но таких сейчас все меньше, ибо налог... То есть я не думаю, что люди сами перекрашивают свои автомобили в желтый цвет, чтобы работать в Яндексе. Это, наверное, их автомобили каким-то образом, то есть автомобили компании. Слишком большой, люди его не тянут. Либо те, кто привязан к недобитым таксопаркам и прочим конторам. Забавно, но даже наклейки с логотипами Яндекс.Такси на машинах делаются самими водителями. Блядь, серьезно? За свой счет. Как заходит агрегатор на рынок? Первое, что он делает, это он завлекает высокими доплатами водителей. Подождите, то есть вы хотите сказать, что все вот эти вот желтые и белые автомобили, на которых написано Яндекс, это чьи-то частные автомобили? Просто людей за их же деньги заставляют... Не, ну действительно хуйня какая-то. Ну смотри, монополия, она на производство, а профсоюз, он контролирует рабочие ресурсы. Вот, собственно. Ну и вообще, смотри, в чем разница между монополиями и профсоюзами. Монополии в Савдепе и были, а независимых профсоюзов не было. То есть независимые профсоюзы, они существовали только в капиталистических странах, и там могли играть какую-то роль. В Савке и в других так называемых социалистических странах в 20 веке не было независимых профсоюзов. Они были запрещены. За попытку создания независимого профсоюза человека могли в тюрьму посадить. Или даже убить, если это 30-е годы 20 века. Спасибо, аноним ты, солнышко. Короче, короче, возвращаемся к исходному кейсу. Вы хотите сказать, что вот эти вот желтые и белые автомобили Яндекс, это частные автомобили самих водителей, только их заставляют за их же деньги, блядь, перекрашивать их в желтый цвет, чтобы там Яндекс было написано? Серьезно? Вот про это, кстати, я не знал. Без водителей ни один агрегатор, ну, работать не будет. Второй этап, это завлекание клиентов. Чем можно завлечь клиентов? Это низкими ценами. Цены постоянно снижались, снижались, и уже, наверное, в последние два года... Ну, то есть потребителю услуг это выгодно, потому что цены снижаются постоянно. ...минимальная стоимость автоездки 49 рублей. А третий этап, это убирание всех бонусов и доплат, и напрямую остаются водители и клиенты. Клиенты нервничают, водители не дозарабатывают, тоже нервничают, агрегатор остается в шоколаде. При этом Яндекс.Такси играет очень хитрую игру. Сервис устанавливает цены, устанавливает режим и условия труда, но при этом формально не является работодателем. Не имеет... О, мы, кстати, это с Хованским обсуждали. Про то, является ли Яндекс.Такси работодателем или нет. Ну, собственно, видите, я оказался прав. То есть формально не является. ...социальных обязательств перед водителями. Только недавно пошли, наконец, разговоры об оплате половины страховки по больничному для таксистов и курьеров. До 2017 года Яндекс даже не страховал по... Слушайте, а я был в полной уверенности, что эти желтые автомобили, они, блядь, принадлежат либо компании Яндекс, либо какой-то другой компании. И люди, которые ездят в этих автомобилях, они не являются владельцами этих автомобилей. Потому что дело в том, что я тоже периодически пользуюсь услугами такси, и я с водителями разговаривал, и, в общем-то, ну, типа, это не их автомобиль, на самом деле. То есть они еще и за аренду автомобиля платят деньги посуточно. Поэтому ХЗ, ХЗ, по-моему. По-моему, то, что Рудой сейчас говорит, верно лишь отчасти. Потому что мне водители рассказывали, что они платят еще и аренду за эти автомобили посуточно. Ну, то есть, блядь, вряд ли человек будет платить за аренду автомобиля, если этот автомобиль, он, блядь, ему принадлежит. Это как-то совсем странно. ...поездки. Типа, это вообще не наша проблема. Вот постановление суда по иску одного водителя, который бился за то, чтобы его признали работником, Яндекс.Такси работодателем, а их отношения трудовыми. В итоге, фиг вам. Суд развел руками, мол, договор оферты подписывал? Подписывал. Ну, все, носи гордый статус малого предпринимателя. Ну, кстати, да, там договор такой есть. Яндекс тебе только услуги для бизнеса предоставляет. Да. Это, кстати, возвращает нас к знаменитому спору с Хованским про вот этот вот кейс, где водитель отказался кого-то вести. Я доказывал Хованскому, что Яндекс не является работодателем и так далее. Хованский, значит, рвал на себе волосы, кричал, что типа, нет, это, блядь, они их нанимают как раз сотрудников. Ну, в общем, в итоге, видите, оказалось, что я прав был. Хотя по факту мы имеем юридически завуалированные, но все же трудовые отношения работника и работника. Да, но очень сильно завуалированные. Потому что надо договор читать внимательно. Работодателя. Кстати, закон 69 ФЗ запрещает выдачу разрешений на деятельность такси физическим лицам, а многие самозанятые это физлица. Таким образом, сервис Яндекс.Такси фактически провоцирует людей на нарушение транспортного законодательства. При этом отдельная песня-сказка про то, пока... А, пишут украшенных авто тариф выше. Поэтому участники, которые там работают, они свои автомобили перекрашивают в желтый цвет. В какой схеме вынуждены самозанятые платить налоги и сборы? За поездки самозанятые отстегивают Яндексу от 17 до 25% стоимости. При этом в приложении Яндекса автоматически генерируется информация в налоговые органы. И налоговые расчеты производятся не от тех 75-83% стоимости поездки, которые идут водителю, а от 100% стоимости, включая комиссию Яндекса. Таким образом, водитель платит налог... За тебя и за Яшку! То есть, конечно же, за себя. Слушайте, а это как соотносится вообще с российским законодательством? За Яшку. Именно так в обиходе часто называют сервис Яндекса. Для тех, кто вдруг не понял. Допустим, заказ 100 рублей. Яша за... Я правильно понимаю, что этот сервис, он тоже подали Шером Усмановым через там какую-то сеть подставных фигур. ...бирает себе 25, водитель 75. Водитель должен платить, по идее, 4-6%, ну, в среднем. 5% от 75 рублей, это 3 рубля 75 копеек, а 5% от 100 рублей, это 5 рублей. Разница в 1 рубль 20... Ну, на самом деле, водители научились наебывать эту систему. Вот. Я, правда, не уверен, что можно говорить в эфире, как это происходит. Ну, в общем, кто пользуется такси, тот знает, как это работает. ...с 5 копеек с каждых 100 рублей, это переплата, которую вынуждают делать водителя, и которая идет, видимо, в зачет налога Яши, который он платит с 25%. Короче говоря, даже тут налоговое бремя очень изящно перекладывается, по крайней мере, частично, с Яндекса на водителя. Не, хитро-хитро. А это вообще законно? Мне интересно. Ловкость цифр и никакого мошенничества. Яндекс... Да, это как советская статистика работает, там тоже ловкость цифр. ...такси вообще создает такое занятное пространство, где фирма-агрегатор вообще никому ничего не должна, кроме информации о поездке. Это касается и безопасности таксистов. Недавно в Москве произошло убийство Сергея Полыводы, водителя, работавшего на Яндекс.Такси. 12 ножевых ранений ради... Не одобряем убийства. ...дневной выручки и мобильного телефона. Убийца задержан, уже дал признательные показания, что, конечно, радует, вероятно... Ну, это пиздец вообще. Ну, кстати, мне кажется, с введением такого рода агрегаторов, количество нападений на таксистов, оно сократилось резко, потому что там легко вычислить вообще, кто это сделал и так далее. То есть там все по интернету происходит, там связываются люди и так далее. Там номера телефонов, данные, куда автомобиль едет, где он находится, в какую точку времени. То есть, грубо говоря, контроля больше, и поэтому и водители, и пассажиры, они чувствуют себя безопаснее, потому что известны как бы их данные и так далее. То есть, мне кажется, такого рода случаев все-таки меньше стало, чем если мы сравниваем это с тем, что было раньше. Там особенно в 90-е, когда нападали там на таксистов и так далее. Ну, таксисты, которые не работали на агрегаторы Яндекса, они тоже были беззащитны перед нападающими с ножом и с пистолетом. В случае в нападении, грабежей и убийств таксистов компании... В советское время тоже были нападения на таксистов, грабежи и убийства. И это никак не было связано с Яндексом. Агрегаторы совершенно не беспокоятся о безопасности... И в 90-е годы в России, до появления всех этих агрегаторов типа Яндекс, тоже были нападения на таксистов, тоже были убийства, попытки завладеть автомобилем и так далее. То есть, мне кажется, что до появления Яндекса таких случаев было намного больше. Потому что в случае с системой Яндекс, когда твой автомобиль привязан к этой системе, и данные человека, который заказывает такси, они тоже привязаны к этой системе, я думаю, что сложнее как бы выйти сухим из воды, если ты напал на таксиста. И там, я не знаю, попытался его убить и завладеть его деньгами и машиной. ...своих сотрудников, а единственная информация, которую они собирают о пассажирах, это их телефонные номера. Ну, так до Яндексов даже эта информация не попадала. ...не аффилированного с Яндехом. Можно заказать такси в Дзержинске. Руда пиздит. Даже странно, обычно же он... Да, никогда такого не было. И вот опять. Спасибо, Алексей Леонидович, ты солнышко. Не, ну на самом деле, вот эта история про Дзержинск и, значит, горящее ухо Глада Валакаса, это все было для красивого словца. Потому что, ну, наверняка, да, в любом городе, помимо такси, которые работают в системе Яндекс, есть другие такси, которые в системе Яндекс не работают. Я тебе больше скажу, есть провинциальные города в России, особенно в Восточной Сибири, где вот эту вот систему Яндекс, ее глушат, блядь. То есть там нету этой самой... Ну, либо она туда еще не пришла, короче. То есть там нет системы Яндекс.Такси, там только местные и частные такси работают. Вот, так что, так что не везде Яндекс является монополистом. Ну, а то, что Рудой пиздит, ну, сейчас пролагивание на стриме происходит. Да, все, переподнялись. Переподнялись. Да, в общем, спасибо, спасибо, Егор. Спасибо, спасибо, Егор, за твое сообщение. Особенно лестно, что ты его прислал, потому что ты известен своим симпатиям к левым взглядам, но видишь, когда ты на практике столкнулся, значит, с таксистами и политикой левых профсоюзов, ты понял, что платить 30 евро за поездку — это перебор. Но даже отсутствие соцпакета, отсутствие трудового договора, наличие дурацкой системы сборов и налогов, даже периодические убийства таксисты терпели. И поэтому... До появления Яндекс.Агрегаторов таксистов убивали чаще и больше, потому что убить таксиста в ситуации, когда известен твой телефон, маршрут движения автомобиля и с большой долей вероятности вычислят твою личность, ну, это просто ход гения. Яндекс, видимо, почувствовал собственное могущество и начал закручивать гайки по всем направлениям. В случае с системами вроде Яндекса или Убера, и водитель, и пассажир, они чувствуют себя безопаснее, чем раньше, когда не было вот этих вот систем, связанных с интернетом. И машину можно было действительно там куда-то спиздить и так далее. Тарифы. Яндекс.Такси установила демпинговые цены, например, по немалому городу Держинску. Опять-таки это выгодно потребителям услуг. Да, то есть это плохо для людей, которые там работают в этих компаниях, но это идеально для потребителей этих услуг. Да, то есть демпинговые цены на такси. Это очень выгодно для клиентов.